В некотором смысле это такой формальный акт. Конечно же Россия будет участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в следующем году. Но тем не менее решение по этому вопросу принимает исполнительный комитет, Олимпийский комитет. Сегодня такое решение принято. Я подписал ответ на приглашение и мы проинформировали Международный Олимпийский комитет, что Россия будет участвовать в Олимпиаде в Рио. Какие еще... Вот я покажу для того, чтобы вы видели. Это приглашение, которое было получено 5 августа в Рио, нам вручили. Этой честью удостоился Олимпийский комитет России, поскольку мы проводили предыдущие Олимпийские игры в Сочи. А это вот наше согласие, которое мы направляем в МОК, о том, что Россия будет принимать участие в играх 31-й Олимпиады. Какие еще очень важные вопросы были обсуждены сегодня? На пятом пункте я слышал. Вы заставили, что что... Мы сегодня, естественно, обсуждали вопросы подготовки к Рио, причем с самых разных сторон. Как выполняется программа подготовки, требуется ли что-то дополнительное. Приняли решение о том, что мы увеличим финансирование для подготовки к Рио, поскольку у нас много идет запросов от Федерации. Сейчас многие задают вопросы, а не уменьшится ли финансирование по подготовке к Олимпиаде в связи с сложным экономическим положением. Нет, мы сегодня, наоборот, приняли решение об увеличении почти на 300 миллионов рублей нашей программы подготовки к Рио. И практически все запросы Федерации сегодня будут полностью выполнены. У нас есть специальная комиссия, которая эти запросы рассматривает. Сегодня мы очень, я думаю, получили ценную информацию из разных источников о том, как лучше готовиться на финальном этапе к Олимпиаде в Рио, поскольку это другой климатический пояс, другой временной пояс, когда лучше приезжать на игры. В общем, информация получена уже по результатам тестовых соревнований, анализ, который дали врачи и ученые, как лучше подготовиться к Олимпиаде в Рио. Также мы сегодня обсудили и вопрос формирования нашей команды. По каким критериям будут отбираться спортсмены для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На сегодняшний день у нас уже есть 174 олимпийские лицензии. По оценкам, по результатам выступлений наших спортсменов в этом году на чемпионате мира, по оценкам специалистов, состав нашей сборной будет примерно от 420 до 450 человек. Конечно, это зависит от того, какие все-таки команды наши пройдут отбор, какие спортсмены получат лицензии. Примерно будет вот так. А общий состав нашей олимпийской делегации составит порядка 700 человек. В каких видах спорта положение вас тревожит и в каких радует? Тревожит положение в игровых видах спорта. На сегодняшний день ясно уже, что на Олимпиады не поедут наши футболисты и футболистки, они не прошли отбор. Также наши команды в хоккее с мячом не попали на Олимпиаду. Гонболисты, баскетболисты, к сожалению, есть еще маленькие шансы, но очень трудно будет попасть на Олимпиаду. Хорошие шансы сохраняют волейболисты, несмотря на то, что они пока еще не завоевали лицензии. Но команда очень сильная, и я думаю, что наши волейболисты, которые буквально на прошлой неделе выиграли чемпионат Европы, лишний раз подтвердили, что они являются одними из сильнейших в мире, мы очень надеемся, что они завоевают лицензию. Определенную тревогу вызывает состояние дел в легкой атлетике, в королеве летних видов спорта, где самое большое количество олимпийских медалей разыгрывается. Мы знаем, что по итогам чемпионата мира результаты нас не слишком порадовали. Однако многие наши выдающиеся спортсмены, которые не выступали на чемпионате мира этого года, в олимпийском сезоне возвращаются и будут выступать, бороться за олимпийские лицензии. Я думаю, что все-таки они имеют шансы стать медалистами олимпиады в Рио тоже. А в плавании на чемпионате мира в Казани мы тоже ожидали более серьезных результатов, к сожалению. Только одна золотая медаль, но тем не менее все-таки мы рассчитываем, что наши молодые спортсмены, которые очень успешно выступили на европейских играх, на юношеских соревнованиях, на универсиаде, они в следующем году все смогут пробиться в число лучших пловцов мира и результаты на олимпийских играх в Рио будут хорошими. Ну а среди успешных, конечно, надо назвать такие федерации, как федерация борьбы, чемпионат мира прошел успешно для нашей команды, фехтование, очень успешно в этом году наши выступают, 4 золотые медали на чемпионате мира. Ну, конечно, традиционные наши синхронистки, художественная гимнастика. Сейчас посмотрим, еще до конца года несколько важных чемпионатов мира пройдет, в том числе чемпионат мира по боксу, по спортивной гимнастике. Пока что, если взять результаты всех чемпионатов мира, которые прошли в этом году, мы находимся в тройке по неофициальному общекомандному зачету. Тройке лидеров сезона? Тройке лидеров сезона, да. Александр Георгиевич, только что, ну точнее говоря, полчаса краем глаза увидели примерно, как будет выглядеть наша олимпийская команда. Вам понравилась эта новая форма? Пока что этот показ не был рассчитан на то, чтобы вы его увидели. Но нам понравилось, членам мосполкома понравился проект, я так скажу, нашей формы, нашей команды. Мне кажется, что он будет достаточно интересным, ярким и необычным. И в каком-то смысле связанным с Рио-де-Жанейро. А, кстати, вот возвращаясь к предыдущей теме, медаль. Вы совсем не обсуждали сейчас? Ну, медальный план мы не обсуждали. Мы смотрели, как складываются дела по итогам этого сезона. А план у нас и в программе государственного развития физкультуры и спорта заключается в том, чтобы все-таки быть в тройке в неофициальном общекомандном зачете в Рио. Также мы обсуждали, хотя, в общем-то, чего достаточно много времени осталось. И как идет подготовка в зимнем Олимпийске, в Кенчане, в Корее. Вот. Здесь все идет по плану. Здесь все также заявки федерации в полном объеме выполняются. И я думаю, что подготовка идет полным ходом. Мы утвердили расширенный список наших спортсменов, которые являются членами Олимпийской команды России, и которые готовятся к зимним Олимпийским. И по сколько кандидатов на место там? Там 718 человек. То есть это, вы понимаете, это очень широкий список кандидатов. Но, конечно, сейчас трудно сказать, кто из этих спортсменов все-таки войдет окончательно в составе сборной страны, потому что Альпиада еще через три года будет. Поэтому вот этот список спортсменов, которым особое внимание. То есть примерно тройной запас, да, получается? Ну, где-то так. Евгений Плющин входит в этот список. Александр Дмитриевич, а вопросы с допинга сегодня не обсуждались никак в связи с приближением Эдера Гриева и участившимися случаями дисквалификации? Смотрите, мы утвердили положение о формировании и основные принципы формирования Олимпийской команды России. Одним из главных принципов является жесткая борьба с допингом, чистота спортсменов, которые входят в Олимпийскую команду России. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что критерии, с которыми подходит Русада к проверке наших спортсменов, к антидопинговому контролю. Эти критерии даже более жесткие, чем у ВАДы, всемирной организации. Поэтому мы особое внимание обращаем сейчас на борьбу с допингом. Александр Дмитриевич, какое-то время назад Вы говорили, что очень сложно с тренировочными базами в Рио-де-Жанейро. А сейчас уже нашли, где будут проходить акклиматизацию спортсменов? У нас по плану проходят тестовые соревнования в Рио. Сейчас сегодня нам докладывали, 7 федераций уже провели тестовые соревнования. Естественно, что во время тестовых соревнований они не только отрабатывают план подготовки, когда, за сколько дней лучше приезжать, на какой день наступает акклиматизация, проблемы, связанные с акклиматизацией, но также и присматривают места лучшие для подготовки. Вот сегодня нам фехтовальщики об этом говорили, опробовали стадион Самбодров, где будет стрельба из лука. Тоже очень важно, потому что там ветры дуют с моря. Ну, в общем, специфика есть у каждой федерации. Да, мы эти вопросы тоже обсуждаем. Безусловно, выберем места наилучшие для подготовки наших каналов. Были вопросы, серьезные вопросы, по объектам, по водным видам спорта. И вот недавно были соревнования по BMX, там была перенесена квалификация, из-за того, что трасса была недостаточно безопасна. Обсуждались как-то эти моменты тоже? Сегодня мы рады обсуждать эти вопросы. Ну, безусловно, будем обсуждать, ведь мы не только на заседаниях исполкомных обсуждаем. У нас есть штаб по подготовке, в котором совместно министерство спорта и специалисты Олимпийского комитета с каждой федерацией подробнейшим образом обсуждают вопросы подготовки. И вот сейчас, к концу октября, уже в НИИФК, который провел научное исследование, даст рекомендации всем, каждой федерации, по тому, как лучше все-таки решать с акклиматизацией. Потому что в разных видах спорта есть разные подходы. В циклических видах спорта одни подходы, в других другие. Поэтому вот эти рекомендации до конца года будут сформулированы, из каждой федерации обсуждены, каждый будет знать, как лучше им готовиться. Александр Дмитриевич, Вы упомянули о небольшом шансе баскетболистов и баскетболистов. Означает ли это, что Россия будет стремиться заполучить одну из групп финального мирового отбора? Это больше вопрос к федерации баскетбола. Они должны определиться окончательно и сказать. А Вы поддержите? Безусловно, мы все федерации поддержим. Безусловно, будем поддерживать. Но они должны сами оценить шансы, смотреть возможности и тогда определиться. Они, по-моему, все уже отказались. Это решение прежде всего федерации. А пляжники, наоборот, вчера получили квалификационный турнир. Ну, пляжные у нас виды спорта очень неплохо развиваются. Если я не знаю, кто был, в Сочи на первых всероссийских пляжных играх с очень большим успехом прошли. Их вызвали большой интерес. Александр Дмитриевич, в двух самых медальемких видах спорта, вехтоатлетские плавания, сменились главные тренеры сборных. Насколько это повлияет? Не рискованно ли это за год до Олимпиады? Ну, опять же, это решение специалистов федерации. Они анализировали итоги выступления наших команд. Я думаю, что приняли взвешенное решение. Я, Барзаков с ним, мы беседовали. Мне кажется, он очень серьезно подходит к подготовке, прежде всего, к Олимпийским. Ну, сам великий спортсмен и очень хороший специалист. Ну, а господин Калмогоров, он вообще ученый. Да. Коллеги, попросим последний вопрос. Александр Дмитриевич, вот я уточняю вопрос моего коллеги Адлоконлица. Вы сказали, что баскет-федерацию вы поддержите, но это стоит основательных и серьезных, солидных денег. Нет, ну, видите, я еще раз говорю, это все-таки решение самой федерации баскетбола. Они лучше знают, оценивают шансы. Инвестировать в этот процесс будете, Олимпийский комитет? Если такая необходимость возникнет, мы будем помогать. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Можно последний вопрос о Олимпийском собрании когда будет? Мы приняли решение о том, что 3 декабря в 11.00 всех вас приглашаем. Спасибо. 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 Спасибо.